Добрый день, меня зовут Рашид Акжигитов. Я профессиональный боксер из города Пензе. В данный момент тренируюсь в Лос-Анджелесе с моим тренером Анатолием Дученко. Когда ты переехал в Лос-Анджелес? В Лос-Анджелесе я тренируюсь в мае месяце. Так, поправь меня, если я не права, у тебя сейчас три боя в профессионалах, да? Вопрос такой, как ты попал в профессионалы? Ну, это очень интересная история. Мы познакомились с Рой Джонсон Джуниором, когда он приехал боксировать в Россию. В 13-м году, в декабре, он боксировал с французом. И мы тренировались в одном зале, он посмотрел на меня, присмотрелся и сказал, у тебя парень есть талант, есть перспектива, и пригласил меня к себе. И я прилетел к нему, жил во Флориде, в Пенсаколе, у него дома, в зале, тренировался. И, как бы, начал я свою карьеру с ним, и дебют проводил тоже, как бы, с ним. Сейчас у вас какие планы? Планы у нас простые, есть контракт у нас на 10 боев, не будем говорить пока официально, скоро будет официально. И я думаю, в течение 5-7 боев подпишешь контракт, может быть, топ-рэнк есть предложение. Ну, дальше будем смотреть, вы знаете, просто загадывать вперед нельзя. Ребят, прокомментируйте, ваш последний бой, это был третий твой бой, и ты нокаутировал своего оппонента, у которого сумасшедший рекорд, да? Нет, это мы рассказывали про спарринг. Это мы рассказывали про спарринг. Я не радовалась? Да, да. Это было на спарринге, это были очень... Это сын... Борисона, который снимался в Роке, да. Борисон, чемпион мира. Ну, мы приехали на спарринг, наш, как бы, домашний зал для спаррингов, это пауэрхауз в Борбанке, да. И, ну, ничего, начали боксировать, и он был очень решительно настроен, мы с ним сначала, как бы, боксировали, потом поставили цель уже, как бы, закончили. В общем, стесняется он за себя говорить. Вопрос такой, у моего боксера два боя профессиональных, у Томми Муриса, это его сын, Томми Мурисон, чемпион мира профессионалов, который в Роке снимался. У него 10 боев, это огромная пропасть. Мы договорились на спарринг 4 раунда, но после 4 раунда Рашид, насколько его расклепал просто таким скленгом, что Джесси Рид решил взять матч реванши. Давайте еще один раунд, хотя у него 10 боев, он намного опытней, но он подошел ко мне, Толик, еще один раунд. Я говорю, да, братан, теперь ты расслабился, устал, будешь делать то, что тебе говорят. Он, да, а что я буду делать? Я говорю, разворачиваться, уклон, правый снизу или вы сбоку. В общем, через три удара человек заснул. Ну, так получилось. Это бокс. Вот такой дебют у него был. И, конечно, теперь он уже стал выше на 5 сантиметров ростом. А мне не нравится, что он покраснел, пока ты беседуешь об этом, он, пацан, и покраснел. Ладно, ребят, а вот... Извините, я вас ударю. А, извините, я вас ударю. А вопрос, тебе вот сколько лет, когда ты в профи перешел было? Это, то есть, вот, недавно был, получается... Ну, получается, в 30 лет я познакомился с Роем, в 31 я дебютировал. Вау! То есть, это довольно-таки поздно, да? Для тяжеловесов, я считаю, самый расцвет сил очень большой. Мой лично плюс, что мой ресурс, как бы, еще не исчерпан. У меня был не выработан, потому что у меня был большой перерыв. И, как бы, я себя чувствую прекрасно. У меня хороший удар, хорошая скорость, хорошие кондиции, чувства. И самое главное, я очень... Я намного умнее своих оппонентов. Ну, я только столкнулся с серьезной подготовкой, когда я начал тренироваться в Лос-Анджелесе с Анатолием. Ну, готовился здесь еще? Ну, опять-таки, Анатолий – это приверженность нашей советской школы вместе, в совокупности, с опытом, который он приобрел здесь, в Америке. И это мне близко, это система, это, как бы, методика. То, что я тренировался еще где-то, ну, я почерпнул что-то новое для себя. Ну, немножко это мне чуждо. И мне сейчас более комфортно тренироваться, как бы, в Лос-Анджелесе и быть вместе на доме. Если просто, получается, я, получается, даю с нашей базой, и у меня было 16 тренировок. Огромный опыт я приобрел. Я это все наложил в нашу школу, и получается, конечно, вообще-то, как андебил комбинацион. Ты просто... Все, что самое лучшее, да. Был Бастер Даглас, Крис Бёрд, который Виталий Кличко, я очень с ним хорошо понимаю, очень много нашел, знаешь, такого, потому что... Поэтому, когда всю эту комбинацию делаешь вместе, невозможно просто проиграть. Ну, конечно, это бокс. Анатолий, вот у меня такой вопрос, как тренеру, на твой взгляд, какие-нибудь дочеты, над которыми ты усиленно работал вот с твоим протеже? Знаете, вот так вот, начали с чистого листа, я закрыл глаза, говорю, слушай, ну, тебе стыдно показывать, давай на стадионе поработаем сначала. Конечно, их просто очень много, это правда. То есть я никогда не буду хвалить, если его не заслужит. Только тогда можешь расти. Куда его, если будешь хвалить, молодец, молодец, куда он будет расти? Некуда. Поэтому, как Тарасов тренировал красную машину советскую. Мы начали с легкой атлетики. Да, бегать начали сначала. И потом набрали шеи, потом поставили удар. Ну, это очень много, до ворота всего, это... Знаешь, как симфонию, невозможно сейчас написать, ее просто сколько рассказать, просто очень много ошибок. А вот вопрос такой, в ближайших планах есть бой какой-нибудь? Бой есть где-нибудь? Да, мы завтра будем знать, какая дата будет. Скорее всего, это будет Лос-Анджелесе, потому что здесь, во-первых, удобнее, потому что не нужно никуда лететь. Здесь вся публика будет приходить. Ну и нам удобно здесь. Вот и все. У себя дома. У меня, вот, кстати, к тебе, для тех, кто не знает, Анатолий был первый человек, у которого когда-то, много лет назад, сделал свое первое интервью. Помнишь? Четыре года назад это было. Я знаю, что ты прошел весь путь. Там, с самого низшего, с эмигранта, да, грузчиком работал. Ну, серьезно, то есть целая история, то есть это именно когда человек с самого, можно сказать, дна, то есть он идет куда-то. Несколько советов для тех боксеров, которые только приезжают сюда и хотят построить свою карьеру. На твой взгляд, залог успеха в чем? Первое. Никого не слушать, слушать себя, как если есть возможность, конечно, познакомиться с правильными людьми, чтобы они тебя оберегали. И, конечно, никогда не сдаваться, потому что, как елка спела, все зависит от нас самих. Думайте сами, смотрите сами, верьте только самому себе. Вот и все. Свой последний бой прокомментируй, пожалуйста. Я, да, к чему? Смотри, я, ну, если ты помнишь, я боксил все время в Крузер Вейд. Потом мне предложили бой, бой в Германии предложили, с Роберт Вогг из АБФ Интерконтинентал. Я скинул вес, я там чуть не умер, но я прошел дистанцию, его хлопнул. Ну, в принципе, я руку полнула, я вырвала тяжело. И после этого у меня бой сорвался с Сухоцким, должен быть через три месяца. Я сорвал свой вес через три месяца. Опять сорвался вес, и Мухаммеди, когда я подошел, я уже выжил, как лимон был. Я просто не могу взять вес. Я сделал вес 185, шикарно, 175 я стал, а у меня давление 60 на 80. Ну, как я могу боксировать? Нет, конечно, отмазок себе, значит, я себя долго рыс. А потом думаешь, слушай, я сделал все, что я мог. Сиди, что я себе пообещал, ты меня не вырубишь. Думаю, пошел ты нафиг, буду стоять до конца. Ну, и так оно, в принципе, и произошло. Все, сейчас я уже на другой позиции. Сейчас я генерал, а они солдаты. Поэтому дверь одна закрылась, другая открылась. Тем более, сын у меня родился. Знаешь, все вообще. Как Левс, я счастливый, как никто. Спасибо большое. Давай вернемся к тебе, Реш. Ты в Лос-Анджелесе не так давно. Как пришла адаптация твоя? Ну, я очень часто прилетал в Лос-Анджелес ранее. То есть для меня это не было открытий, поэтому я достаточно комфортно. Все мне нравится. Климат, то есть все хорошо. Английский? Ну, у меня барьер нет. Это как бы английский. Advantage level. Да, в Starbucks, как и можно сказать. Да, я в Starbucks. Если он может этот, то все остальное, в принципе, уже не особо важно. До того, как ты попал в профессионалы, вот буквально это было совсем недавно, чем ты занимался? Работал, спорт, ну, это я понял, что тебя в джиме увидели. Я был, ну, моя работа была связана с тренером. Я работал в фитнесе. Я был тренером, я был тренером по кроссфит, по функционалу тренеру и по боксу. А вот ты легко пенил, смотри, ты легко пенил вот это решение так раз, все, поменять и уехать, и вот буду профессиональным боксером? На самом деле, и такие предложения поступали, и желание было все время вернуться в ринг, но, видимо, те люди, которые мне это предлагали, я им не очень доверял или чувствовал, что ничего не получится. А когда живая легенда видит потенциал и приглашает, я думаю, здесь надо прислушаться и к нему, и к своему внутреннему чувству. Поэтому я здесь.